всем доброе утро всем привет даже у нас не спит время у нас 5 утра мы выезжаем получается мы в Волгоград же заехали а нет мы еще не доехали до Волгограда чуть-чуть сейчас поедем проезжать в Волгоград решили поехать пораньше чтобы не застать там пробочки ну да да чтобы в Волгограде нам не встать лучше раньше выехать а на улице 21 градус время 9 часов это если что по Красноярскому так-то мы нормально встали в 9 по идее должны выспаться были да ну по идее да да нет привыкли уже потом времени понятно я же все уже солнышко вон встает хорошо утром ехать машин вообще практически нет да а то мы вчера ехали уже по ночи здесь ничего не видно было попались так что не было ни отеля ничего ну и здесь то вот вот видите вот так вот идут кусты вот и вот между этими кустами был заезд там вот хоп там отель так то вот тоже если не знаешь и не узнаешь не узнаешь никогда ну вот мы уже и в самом Волгограде да вот мы едем по улице 64 армии всем привет из Волгограда кто да кто тут живет проезжали мы там мы когда в ту сторону ехали там останавливались в ларёчке покупали покушать сейчас едем там же значит где-то скоро будет Мамая в Курган ну не скоро конечно где-то где-то будет где-то будет да Волгоград такой город большой мы так долго помнишь ехали по нему мы решили поэтому проехать это единственный город через который его не объехать получается надо ехать через город чтобы нам здесь не стоять особенно утром я думаю все едут на работу поэтому мы решили проехать пораньше здесь чтобы нам по-быстренькому раскачать и все да все сидят взевают машина уже не буду показывать все 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 а маячки что-то машин много стало. Время 5.48. Уже почти 6 часов. Улица у нас Череповецкая. Прямо центр будет. Прямо будет Саратов и центр. Вот так вот как-то у нас нужно провести. Не через центр получается, да? Да я откуда-то знаю. В общем, едем по навигатору. Едем где-то вроде как в центре, не знаю. Что-то мы заехали в какой-то туман. Туман, туманище. Блин, мы что-то ездим, мне кажется, мы как-будто по кругу ездим. Где едем, черт его знает вообще. Третья продольная магистраль. По магистрали какой-то уже едем. Уже хорошо, значит. Там справа, смотрите, какой туман. Перед нами туман. Вообще ничего не видно. Все холодает. Какая туманище. 20 градусов на улице. Туманище, да? Обалдеть. Ну да, города не видно. Тут делают какой-то большой-большой мост. Над ЖД путями, ага. Где-то мы тут едем. Вот мы так и едем. По третьей продольной магистрали. А, это все еще она? Да, длинная такая. Сегодня время будет играть не в нашу пользу. Наверное, часа на два перекинется. Возможно. Так что мы сегодня остановимся раньше, чем вчера. Вчера мы тысячу километров проехали. Вообще. Даже не верится как-то. Ну, при том, что мы, да, выехали из Адлера. Там по этим, по всем. Ну да, одно дело ехать по прямой, грубо говоря, да, там, а другое по серпантину. Ну, из них, из этой тысячи считает 200 серпантина еще. Так-то немало. Мы из Волгограда то заезжаем, то выезжаем. Коля говорит, что мы по кругу едем. По ходу так и есть. Да не, ребят, смотрите, вот мы уже проехали. Видите, где мы? Волгоград уже все. Ну, как все? Не все. Поехали. Макс у нас там спит. Ну да, время еще 6 утра. Что ему еще делать? Скоро будем часика через полтора наискать пятерочку. Завтракать, да? Да, позавтракаем. Потом где-нибудь, где мы? Мы сегодня до Мияса, наверное, не доедем. Мы остановимся раньше. Только вот где? Вопрос, конечно, тяжелый. Да? Ну да. Там же, по-моему, нету ничего нигде. Тоже остановиться. Мы как-то там вот в этот промежуток все время проезжаем, да? Ну, проезжали в тот раз. В этот раз, когда туда ехали, тоже проезжали промежуток этот. Как-то, ну, по дню. А сейчас мы там будем вечером. Ну все, уезжаем из Волгограда снова. То заезжаем, то выезжаем. Теперь уже окончательно выехали, да? Наверное. Ну, это не точно. Такой туман вообще, да? Достаточно долго уже. Уже 19 градусов. О, холодает, ничего себе. По идее, наоборот. Теплеть должно. Чувствуется, да? Домой едем. Домой приедем, будет минус 15, да? Куртки оденем. Мы, кстати, взяли с собой джинсы, кофты. Ни разу они нам не пригодились за всю поездку. Но я чувствую, что ближе туда к Челябинску мы оденемся. Не, мне кажется, туда дальше, за Челябинск. Там уже, да, придется точно одеваться, наверное. Ну, в прошлом году мы за Челябинском. В Челябинск проехали и уже начали потихонечку одеваться. Уже было прохладно. Особенно по утрам. Ночи холодные. Ребята, знаете что, напишите, куда нам съездить следующим летом отдохнуть. В Сочи мы просто, мы просто видите, уже на Красной Поляне были, в Розахутор были, в Сочи парке были. На этих экскурсиях там в Сахо съездили, в Мамонтово ущелье съездили. Где мы там еще уже были, я уже не помню. Кстати, все удивляются, почему мы так рано уехали. Ну, во-первых, мы не рано уехали. Мы пробыли там почти две недели. Двенадцать полноценных дней мы там пробыли. Ну, и как бы нам просто уже надоело как-то. Ну, мы ходим там на море, да, домой, на море домой. Экскурсии какие-то, да, там где-то погулять. Ну, то есть, мы много где там на самом деле были в прошлом году. Кто-то на нас подписался только в этой поездке. Ну, в прошлом году мы очень активно там везде отдыхали, ездили на разные экскурсии. Мы проехали все побережье, вот от Керченского пролива до самого Адлера. Практически везде там побывали. Ну, и как-то мы приехали, накупались, нагулялись, назагорались, везде как бы походили. Пришли домой как каким-то одним днем. И что-то решили, что можно уже в принципе домой ехать. Ну, и так подумали, что мы поедем домой пораньше. Заодно у Макса день рождения будет 13 августа. И в прошлом году мы его день рождения отмечали в дороге. В Челябинске мы отметили его день рождения в Ленте, купили тортик и покушали его. Да. Вот. А в этом году мы такие, ну, сидим что-то разговариваем. И такие, может быть, поедем домой. Ну, типа, ну, просто на море, на море, на море, на море каждый день ходим. Давайте, типа, ну, домой поедем. Ну, поехали. И все, и вот мы поехали домой, чтобы отметить, ну, успеть отметить день рождения Макса. Не в дороге, а дома. Не потому, что мы там что-то ругались там, еще там. Да, там уже столько версий придумали, почему мы там поехали домой, что мы там уже и поругались. И что-то, что-то случилось у нас. Ничего не случилось. Все у нас хорошо. Ни с кем мы не ругались. Просто вот решили поехать домой. У нас же машина, видите, мы же на машине. Вот просто сели и поехали, все. То есть мы такие люди, видите, просто так вот, как сказать, у нас все спонтанно обычно получается. Так жить интереснее. Да. То есть не запланировано ничего, просто хоп, собрались и поехали. Все, то есть вот так вот как бы. А, кстати, ребята, по поводу еще месяца отдыха, но это не имеется в виду, что мы месяц будем там, а имеется в виду еще с дорогой. То есть, грубо говоря, там шесть дней в одну сторону, неделя получается практически. Шесть дней в другую сторону и две недели там. Ну вот и получается почти месяц. Поэтому мы, да, месяц как бы отдыхали. Ну мы говорим месяц, но это же ориентировочно, это же не значит, что вот прям тридцать один день мы выделили на то, чтобы поехать там отдохнуть. А на машине, а не на самолете? Потому что, смотрите, мы заехали в замок Гарибальди, заехали в Тольятти. Да, вот на самолете мы бы разве заехали туда? Нет. Вот. Сверху с бинокля, да, такой тип? Вот. Потом мы заехали на Мамая в Курган, в Волгограде. Тоже бы мы не заехали, ну если бы мы летели на самолете. Поэтому вот мы ездим как бы, мы едем, нам нравится ну как бы ехать. Мы любим ехать на машине. Что посмотреть где-то. Нам нравится смотреть на поля. Вот как тут продают везде арбузы, дыни. Вот через города проезжаем, это же интересно. Ну кому-то не интересно, конечно, у всех разные как бы... Вкусы. Вкусы, да, так сказать. Очень много людей, кто путешествует на машинах. Вот из Иркутска выезжают сегодня, написали в Телеграме. То есть это еще дальше, чем мы живем. Еще на тысячу километров. Шесть тысяч ехать. Ну люди едут, и как бы это не значит, что мы там экономим деньги там или еще что-то. На самом деле, получается, мы считали, получается одинаково, что полететь на самолете, что поехать на машине. Ну просто вот мы выбираем вот такой вот отдых, так сказать. В следующий раз, может быть, на самолете полетим. Там как бы, ну такое. Допустим, мы этот раз решили на машине поехать. В тот раз тоже на машине ездили. Но мы там уже, по сути, все проехали, все посмотрели. Если ехать опять же в Сочи, то, допустим, в следующий раз уже можно поехать на самолете. Потому что, ну по сути, мы там уже везде побывали. Да. Так что пишите нам, куда нам в следующий раз поехать. Что можете посоветовать. Может быть, есть какие-то места очень-очень интересные. В округе, кстати, Красноярска, может быть, тоже что-то есть. Будем сейчас плотно, так сказать, исследовать округу Красноярска. Ну и так вообще за пределами Красноярска, естественно, имеется в виду какое-то грандиозное путешествие. Если на машине, на самолете, на поезде. На поезде нет, ни в коем случае. Либо на машине, либо на самолете. Поезд мы не рассматриваем, потому что это вообще скучно и неинтересно. Я вообще не знаю, как можно несколько дней вот так вот в поезде ехать и смотреть в окно. Мы один раз доехали до Новосибирска в поезде и сказали больше мы не поедем в поезде. Все. Ну не понравилось в поезде. Ну кому-то нравится, опять же, да, вот кому-то нравится на самолете, кому-то на машине, кому-то в поезде. У всех же вкусы разные. То есть нам вот, допустим, нравится, что захотел, остановился. В любой момент захотел, поехал куда надо. То есть вот на машине, то есть, так сказать, ты волен выбирать, когда и когда тебе поехать. Да, мы вот захотели обратно домой поехать. Мы сели и поехали. Опять же, мы едем домой, это же не так, что такие опы дома. Это же как бы, ну, путешествие, грубо говоря, продолжается. Наш отдых продолжается, да. Вот мы путешествуем, нам интересно. Утром проснулись, поехали, да. Вот мы в Волгограде, проехали Волгоград, город посмотрели. Мы его смотрели вечером, днем, вот утром ранним.